Ассоциация туризма Тверской области подписала соглашение о сотрудничестве с Федерацией рестораторов и ательеров России. Событие произошло в стенах Императорского путевого дворца. Предполагается, что это позволит не только улучшить качество оказываемых услуг в сфере, но и повысить турпоток в регион. Тему продолжит Мария Шалованова. Федерация рестораторов и ательеров – это единственная общественная организация федерального масштаба, защищающая и представляющая интересы ресторанного и гостиничного бизнеса на национальном и международном уровнях. Соглашение, подписанное с Тверской ассоциацией туризма, поможет турпредпринимателям в вопросах оказания гостиничных услуг, развитию внутреннего и выездного туризма, а также повышение качества и производительности труда работников сферы гостеприимства. Мы связаны с Федерацией свои большие планы, проекты и надеемся, что наше сотрудничество будет максимально плодотворным, потому что мы готовы к тому, чтобы уже начать такую системную работу. Такой системной работой в первую очередь станет решение насущных проблем, которые мешают Верхневолжью увеличивать турпоток. Уже в прошлом году количество людей, посетивших регион, превысило полтора миллиона человек. И это еще не потолок, считает президент Федерации рестораторов и ательеров Игорь Бухаров. Ведь Тверская область полна интереснейших направлений, которые могут привлечь туристов в регион. Что здесь интересно? Прекрасный центр. Вот я когда зашел, сказал, ух ты, путевой дворец, здесь императоры останавливались. Значит, сейчас там исследование императорской кухни. У вас много в средней полосе федерации с интересными продуктами. У вас есть карелы живут, которые, ну, слушай, ну, карелы, слушай, ну, там, собственно, еда, они там все это представляют на местном рынке. Исследования императорской кухни, о которых рассказал Игорь Бухаров, действительно впечатляют. Уже несколько лет историками и специалистами изучается вопрос о том, что и как ела царская семья, приезжая в Тверь. Это чуть ли не единственная подобная экскурсия в мире, где посетители могут рассказать о кухне и гастрономических предпочтениях того времени. Если мы будем говорить об истории кулинарии, то великая разница существует между застольем, скажем, там, боярским, княжеским 17 века и уже с Петровским временем, когда совершенно бы иначе начинает восприниматься и сама идея дворцового этикета, и в том числе застолье, когда весьма сильным является влияние иностранной кухни, в частности, на русскую кухню. Гастрономическая экскурсия по императорскому дворцу – это одна из последних находок туристических операторов. Все знают о том, кто такой Петр I, но никто, пожалуй, не сможет похвастаться знанием о том, что он любил жареные колбаски или рысьи лапы в меде. Именно такие необычные факты делают подобные экскурсии интересными и запоминающимися для туристов и заставляют их вновь возвращаться в Тверскую область за новыми впечатлениями.